Правда, задавайте вопросы, будем понимать, в какую сторону грести и что рассказывать. То есть не обязательно задавать конкретные вопросы. Можете говорить, расскажите нам, мы будем полчаса рассказывать, а вы будете дальше думать, про что еще рассказать. Просто серьезно, чтобы мы понимали, о чем говорить, и мы... Помню, в Выборге был правильный первый вопрос. Встала девочка лет 11 и сказала, а что для вас любовь? После чего вы заметили. Беседа пошла в нужном направлении. Давайте. Конечно. Спасибо. Откуда вы берете основы для своих историй? Что является двигателем начала, скажем так? С головой выдумываем. Мы выдумываем, причем это отдельный процесс, очень долгий. Иногда это несколько месяцев, иногда это... Один раз это заняло 15 минут. Но, как правило, мы ходим, конструируем. Мы сюжетчики. Вообще, для нас придумать сюжет – это самая любимая часть работы. Ну, наверное, не самая, это я привираю, но одна из самых точно. То есть нам очень важно, чтобы концы с концами сошлись, и мы вот на придумывание сюжет тратим времени примерно столько же, сколько на непосредственно написание текста. И, к сожалению, столько же, сколько на редактуру. Потому что редактуру мы терпеть не можем, это скучно, нудно и неинтересно. А вот придумывать сюжет – это да. И это прям вот там... Я не могу сказать, откуда, потому что мы не берем случаи из жизни. Жизнь вообще не подходит для литературы ни разу. Все время приходится как-то изменять. Не то, чтобы у нас там какие-то зарения. Обычно мы ходим, думаем, перебираем вариант, 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 который вдруг откуда-то берется правильно. Пожалуйста. Говорите, маленький зал, да. Вот вы говорите, придумывая. Каким образом происходит этот мэч? Как вообще пойдем создавать что-то? А мы, просто нам повезло, мы оба экстраверты. И нам надо говорить. То есть мы пока не проговорим, вопрос в слух не задашь, сам на него не ответишь. Зато бывает вопрос задаешь, и к концу вопроса уже знаешь ответ. А в одиночку разговаривать с зеркалом – это уже шизофрения. А с автором как бы нормально. Поэтому это больше не было. Мы очень много ходим, мы ногами думаем, и ходим, разговариваем. И если к вопросу, с чего начинается, иногда начинается с какого-то яркого события. Вот нам что-то такое привиделось, да, и мы начинаем раскручивать сюжет событий. Иногда с героя, иногда с темой, иногда с какого-то обстоятельства. Это совершенно невозможно алгоритмизировать в принципе. Но вот оно постепенно-постепенно прорисовывается. Вот как художник рисует, да, сначала тоненькими стришочками, потом чуть проявлее, потом уже тонкий, толстый контур, потом красный. Потом берет большую кисть, все забеливает. Начиная заново, такое тоже случается. Да. То есть вот по слоями, потихонечку, сначала характер персонажа, потом раскручиваешь, или наоборот, из события начинаешь выкручивать характер персонажа. Это все очень... Каждый раз мы идем каким-то своим путем. Каждая книжка пишется по-своему, и каждый раз, поэтому каждый раз и интересно. А у вас в связи с тем, что вы в паре работаете, бывают, ну, наверняка же, конфликты? Плохо. Да, и как вы выходите из этого? И вообще есть какое-то, ну, распределение, кто-то там ведущий, ведомый, или это меняется в зависимости... Всегда меняется, и всегда меняются роли, всегда меняется кто ведущий, кто ведомый. По поводу конфликтов интересная тема, на самом деле. Мы сейчас очень много занимаемся летучебой. Ну, прямо вот, да, это интересно. И это прямо вот отдельные такие большие занятия про то, что конфликт — это двигатель жизни. Нет конфликта — нет сюжета. Нет конфликта — ничего не будет вообще происходить никогда. Ну, это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы. Вот на одном из первых своих курсов, так сказать, мы с подростками столкнулись на том, что мы хотели полтора часа рассказывать про там некоторые тонкости середины сюжета, а вместо этого устроили просто психотерапию полтора часа, потому что выяснилось, что люди не умеют решать конфликты. То есть конфликт — это драка, значит, кого-то надо убить. И вот там, не знаю, любовный треугольник, две девочки, один мальчик. Как решите? Одна из девочек кончается в самоубийстве. Отличный способ. Мы их там... Вот час мы угробили на то, чтобы объяснить, что бывают другие способы. Просто повторюсь с родителями, что делать? Ой, давайте убьем родителей в автокатастрофе. Ну, просто разрулись конфликт другим способом. Сложно, страшно. И вообще... А есть еще другой фолюс, да? Когда вообще страшно войти в конфликт. И когда начинаются такие истории, что очень хорошая девочка. И мама у нее тоже очень хорошая. И они никогда-никогда не ругаются. Девочка просто так пошла гулять. И по дороге тоже никого страшного не встретила, а потом вернулась домой. Вот такая история. Вот это к вопросу, есть ли у нас между нами конфликт. Конфликт и между нами вообще по жизни — это источник для развития. То есть, когда, например, я предложил что-то, Женя говорит, ну, она тоже не говорит, она делает такое лицо. Я понимаю, что нет, но она предлагает, что свое, тут я делаю такое лицо. Ну, короче говоря, мы перебираем, 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 и в конце концов мы выходим к варианту, который нам бы сразу было ни за что не пришел. А вот этот вариант нам обоим нравится, и такое лицо делать не надо. И дальше начинается, мы уже с энтузиазмом что-то придумываем. Вот как-то так. Спасибо. Да. Здравствуйте. Интересно, как вы работаете с текстом в паре? То есть мы знаем из публичных источников, там, скажем, как Стругацкие работали над текстом. Как у вас это устроено именно инструментально? Кто что пишет? Кто-то за кем-то дописывает, или вы там правите, или как это? Кто делался за вас? Да, да, и расставляет знаки припинания. Ну, это единственная специализация, все остальное у нас универсальное. То есть мы, когда уже придумали идею, вот придумывание идеи и сюжета, сюжет у нас просто в виде плана существует, написанная бумагой ручкой, после этого мы расходимся по своей квартире, мы друг другу пересылаем текст. Вот я написал кусочек, как правило, Женя, ни главу, ни какой-то там фрагмент, а вот по коду написалось. Потом Женя мне присылает продолжение и так далее. Это совершенно не значит, что я, например, не могу влезть в этот текст, сказать, вот это мне нравится, а это мне не нравится. Пожалуйста. Убрать, переписать, или всунуть или сказать, нет, вот этот кусок отличный, но я его перенесу на по коже, а вот тут всуну свое. То есть это все очень живое. Но при этом у нас нет специализации. Вот, например, как у Дяченок Сергея Марина, когда Сергей за сюжет Марина, или не помню, кстати, кто за что отвечал, но один из них отвечал за сюжет, второй за литературу. У нас нет такого. Мы абсолютно взаимозаменяемо полностью. Слушайте, пока возникла пауза, хорошо, что мы вспомнили, что вы пишете книги для встречи. Значит, дорогие друзья, сейчас я вам скажу, что вам всем нужно будет сделать. По окончании нашей встречи вам всем надо будет спуститься по этой превосходной лестнице, пройти вот туда чуть-чуть вдаль, в дальний конец, например, и увидеть там все книги Андрея и Жени по издательской цене. Вот если кто упустит эту возможность, сами себе виноваты. А вы не убежите же сразу, потому что вас найти. Конечно! Мы планируем провести это здесь, на ваши ежедневные посты. Мы часов до пяти, наверное, не будем еще. Кучина, вы именно решили изменить аропату, почему кто-то еще... Физика, наука, экспериментальная, вы же физики по образованию, мы пробовали. Мы пробовали писать по отдельности, мы пробовали писать с кем-то другим. Ну, в общем, не то. Радость не та совсем. Не та, абсолютно. Я даже однажды проводил такой эксперимент. Вы знаете, время вышла эта книга «Кот да Винчи», которая... Это был коллективный автор, все наши чувства там было. Это был очень показательный эксперимент, больше мы так не делаем. Да, ну просто опытным путем выяснилось, что нам гораздо удобнее, гораздо проще. Но когда влезает кто-то третий в наш совместный труд, мы, конечно, обычно шипим. Но есть одно исключение. Это Саша Баркар, режиссер. Но там другой. Да, он режиссер, да. И там у нас тоже получилась такая трио по любви. В рамке идет спектакль «Я хочу в школу» с Сашей. Причем пока я буду идти. Ну, пока там Бородин, по крайней мере, он будет здесь. И вот там мы просто работали тоже по условиям. Тут же очень важно, чтобы все было в радость. Потому что как только начинаются какие-то напряги в отношениях, в тексте, сразу волшебство уходит. Зачем этим заниматься, если не по любви? Тут других вариантов нет. Они много чего перепробовали. Балет, керамика, дрововое пение. А у вас бывают моменты творческих кризисов? Как вы с ними справляетесь? Ну, конечно, бывает. И иногда справляемся, иногда не справляемся. Полтора года вообще ничего не писали, не могли. Просто физически невозможно было ничего. Ну, это был психологический, скорее, кризис, а чем творческий. А творческие, к счастью, они у нас бывают не одновременно. Поэтому удобно. Очень. Нет, ну, мы еще выяснили опытным путем, да и почитав умные книги, что 90% творческих кризисов – это когда автор не знает конца своего произведения. То есть, когда ты придумал конец истории, ты худо-бедно к нему придешь. Ну, можно очень медленно, можно какие-то… Там ошибка, возвращаясь, что-то исправляем, ну, да придешь. Но вот один раз в жизни мы попробовали писать книгу «Смерть мертвым душам», не зная финала. Три месяца, по-моему, мы просто уничтожили свою жизнь. И потом мы поняли, что мы уперлись в стену, мы не понимаем, куда идем, мы не понимаем, что мы делаем. Выкинули все нафиг, написали план, как положено, и потом уже все, никакого творческого кризиса. Хотя вот сейчас у нас висит книжка, которую мы пока не в состоянии написать. Ну, может быть, когда… Ну, мы там просто, если поставили такую планку, ну, представьте, что прыгун в высоту, решил прыгнуть шестом. И вот мы с этим шестом еще не очень понимаем, что делать. Но нам очень нравится идея, мы обязательно когда-нибудь дадим их. – Добрый день, молодой день. – Есть ли у вас авторы и книги, на которые вы… Ну, как бы, они играют для вас кумирами в плане вот именно подростковой литературы? Это первый вопрос. А второй – на что читаете вы сами? – Ну, кумир – плохое слово. Я его не очень люблю, но, опять же, Библия запрещается. Поэтому таких, что… Ну, то есть, кто такой кумир? Это то, кого ты боготворишь, считаешь безупречным образцом и так далее. Вот таких нету. Но есть очень много, я всех не буду перечислять, отличных и книг, и авторов. Вот в России в начале… Ну, в русскоязычном пространстве в начале XXI века появилось минимум несколько десятков таких людей, и они продолжают проявляться, которых прямо можно читать. Они пишут очень разное. Кто-то жанровое, кто-то психологическое, кто-то просто отличную литературу, как там у Наташевской. Есть даже подростковая поэзия, что я думал, что невозможно. И Наташа Волкова, и Мария Вершацкая у неё был сборник такой прекрасный. В общем, я перечислять не буду, потому что… Ну, ты же как только начинаешь перечислять, сразу кого-нибудь забываешь, это нечестно. Кристина Стрельникова. Ну, она не подростковая. А, да, есть, у меня подростковая, да. А из зарубежных? Из зарубежных ещё больше, да. Ну, можно вот там «Самокат», «Рузовый жираф», «Старк», «Компасгид», да, всё. Перевод, ну, не будет. Огромные пласты сейчас. Вот что восхищает, то, что сейчас можно правда найти книжку на любой вкус. Абсолютно. И все эти истории про нечитающих подростков, они все всегда ровны до того момента, пока этот конкретный нечитающий подросток не найдёт книжку под себя. И у всех она разная. Нет никаких списков для обязательного чтения, нет никаких списков хорошее и плохое, потому что с чего бы ни начался читательский путь конкретного подростка, вот для него эта конкретная книжка хорошая. Какой бы фигнёй она ни казалась всем окружающим, это беда, на самом деле, вот с этим взрослым обесцениванием того, что читают дети. Фу, что за грязь ты читаешь? Фу-комиксы, фу-любовные романы, фу-картинки. Я в твоём возрасте уже Достоевского читала. Вот это всё, конечно, катастрофа. Мне самое страшное, когда взрослый говорит «фу-комиксы», «а это манго». Он даже не понимает, кому он сказал. Можно выпустить? Конечно. Либо очень громко. Ещё раз повторяйте. Хотелось бы уточнить, а сколько вообще вы уделяете своей деятельности в день? Время. Хотелось бы больше. Или это длиться вечно, или как-то… Нет, это такая прекрасная работа, которую совершенно невозможно отключить. То есть я не могу сказать, что вот сейчас… Вы примите, думайте об этом. Ну, наверное, думаем просто на другом уровне, пацаны. Это, кстати, очень эффективный способ. Загрутить вечером проблемы в голову, а потом утром вечером мудрее просыпаешься. Ну, чтобы прям во сне… Один раз вот, Женя, наша первая книжка приснилась во сне, больше таких случаев не было. Но, тем не менее, вот воз как-то там самоработает, и вдруг ты понимаешь… Ну, по крайней мере, соображается лучше, когда ты, вот, правда, берёшь кусок текста, загружаешь его в голову, дальше занимаешься своими делами, а садиться там, думать на продолжение, нужен поток. То есть оно там в голове что-то само происходит, какая-то каша варится, и потом гораздо проще что-то из этого вырулить. Совершенно невозможно выключить в голове писателя. Ну, то есть вот ты ведёшь машину, ты варишь борщ, ты там что-то делаешь, занимаешься какими-то своими делами. В голове всё равно идут какие-то процессы, всё равно там что-то придумывается, что-то додумывается, что-то там переделывается. И это совершенно нормальная ситуация, когда посреди дороги ты звонишь Андрею и говорит, я всё придумала, хотя я вроде вообще сейчас не об этом. Или какой-то там текст раз, плахмот записал бы. Не-не-не, вот это... Мы давно поняли, что если вот что-то, ну, что-то важное, оно не забудется, не надо ничего записывать. Мы даже идеи перестали записывать, потому что потом находишь эту идею, которая тебе казалась гениальной, и думаешь, вообще, в чём это? А если правда что-то важное для тебя, цепляющее и так далее, оно у тебя будет в голове вертеть, ты выгонять её больше, оно будет возвращаться. Захочешь забыть, не забудешь. А физически выматывает вот это постоянное варенье в голове? Да, наверное. Ну, это, конечно, затратно для мозга. Мозг – это электрический прибор, который употребляет, по-моему, 40% всей энергии тела. Но это такая приятная усталость всё-таки. Гораздо больше устаёшь, когда делаешь что-то, что тебе непонятно зачем делать, и там, как за деньги, по принуждению. По принуждению. Вот там выматываешься просто, как мышки-тосады. Скажите, пожалуйста, а какая из ваших собственных книг у вас самая любимая, и какая надавалась сложнее всего? Ой, сложнее всего приквел, ну, потому что мы никогда в жизни так долго не писали, он как раз попал вот в этот промежуток, когда полтора года вообще невозможно было работать, и мы его дописывали, конечно, на силе воли просто. Чтобы вы понимали, книжка ушла в типографию 22 февраля. – 24 февраля 22 февраля. – Не в типографию, пардон, а в издательство. – Мы просто отдали текст. – Мы поняли, что мы… – Всё, на этом всё. – Сегодня мы переставим работать. – Вот. – Ну, это просто физически было, психологически тяжело. Ну, а к вопросу о любимых, ну, мы не можем выбрать любимых. Каждый раз находишь какую-нибудь старую книгу, что ты начинаешь перечитывать даже, боже, какая преть, кто-то написал. – Я звоню Андрею, я говорю, какой прекрасный текст, это твой, он говорит, нет, это твой. – А вы понимаете, воспитательный, ну, то есть, как бы вы когда пишете, вы думаете о воспитательном и образовательном эффекте для вот читателя, который есть, или у вас это просто любовь, потому что хочется вот как-то как-то писать, как и писать, когда ты больше не можешь. – Договорились друг с другом, что когда мы начнём думать про воспитательный и образовательный эффект, мы будем пить друг друга сковородкой в углу. – Нет, ну, конечно, мы на всяк-то деле мы думаем, но не в смысле методических пособий, а в том смысле, вот вру я или нет. Ну, то есть, это даже не правильно, не думаем. Просто если начинаешь чувствовать, что ты врёшь, перестаёшь это писать. Ну, а если ты будешь писать вранё, то, ну, что-то воспитает, что-то смирит. – Ну, это, наверное, вопрос не про эффект, а про влияние, в смысле, осознаёте ли вы как влияет на читателя? Или вы уже отпустили и… – Мы отпустили, но мы с самого начала отпустили, мы никогда и не ставили. Такого нам потом потом рассказывают, как бы эффекты, мы это благодарим, понимаем, но срайне точно когда мы слили. – То есть, это не сознательный выбор, – Нет. – Потому что взрослые, с ними бесполезно работать. – Ну, это пришло потом, да. Это пришло на уровне литературных курсов, да. Нам потребовалось лет пять, чтобы мы начали работать со взрослыми, я до этого отказывалась категорически, я говорю, что я не могу. У нас был один опыт, после подростков это невозможно, ну, то есть, это невыносимо. – А взрослые просочились к подросткам? – Да, ну, нас очень просили, и мы взяли большую группу, и она оказалась очень хорошей, это была очная группа, в Минске, и очень душевные люди, и как-то такая была очень хорошая атмосфера, и, в общем, все получилось, и с тех пор мы аккуратненько взрослую группу берем, но, конечно, очень любим эти совмещенные, когда есть и подростки, и взрослые, тогда получается очень хороший микс, там есть свои нюансы, с подростками легко, то есть, они не зажаты, у них прекрасно работает воображение, то есть, вот, есть такое задание у нас, ну, всякие, но есть любимые, то есть, понятно, что на каждом курсе они разные, но есть любимые, у нас есть такое вот любимое задание, написать диалог, смешной, ну, не обязательно смешной, любой, ну, просто вот, написать рассказик в диалоге, мышка убеждает кошку, ее не есть, ну, то есть, вот, вначале кошка поймала мышь за хвост, то есть, все, вот, ты моя, и ты никуда не выбежишь, и в течение вот этого диалога мышь должна уболтать кошку, ее отпустить, вот, когда ты даешь это задание подросткам, в группе, допустим, 15 человек, у нас всегда прилетает 15 разных версий, когда даешь задание взрослым, версия всегда одна. Что, кошка, это было классно, нет, отравленная, я отравленная, я съел отравы, ну, и так, в общем-то, во всем, поэтому, они туннелировались уже, абсолютно, поэтому, вот, и когда есть группа смешанная, тогда подростки дают вот этот вот, вау-эффект, да, совершенно отпускаю, вот, отпущенного воображения, да, когда тебе, у тебя нет границ реальности, и тебя вообще ничто не сдерживает, это, конечно, вот мы ловим сумасшедший кайф от работы с ними, именно поэтому, потому что ты вдруг окунаешься в какой-то совершенно волшебный мир, в котором возможно все, но, есть другое, у взрослых есть свои преимущества, взрослые уже пожили, и они все-таки понимают психологию, потому что для подростков вот это все вообще не важно, то есть, там, психологизм героя, это, ну, такое, сейчас не обоицы, нет, они психологизм, особенно взрослые, в исполнении подростка, это нечто, родители все истерики, все, я все хочу, когда я напишу диссертацию на тему взрослых глазами подростков, в литературных произведениях подростков, это катастрофа, конечно, ты так думаешь, господи, какими же они нас видят-то, стыдно ты как бы живой, а где еще отомстить? Ну, нет, это даже не промстить, это, они правда так нас видят, ну, иметь, они же не придуливаются, они же не, не издеваются, они правда нас видят именно такими, совершенно неадекватными истериками. Не, как это происходит в мире, там, 15-летнего человека? Я сижу, никого не трогаю, приходит мама, начинает орать. Как это было в мире мамы, да, мама, сынок, я приготовлю обед, ты сейчас освободишься? Сынок, обед готов? Это для меня. Сынок, обед остывает. Сколько можно пяли за свой компьютер? Ты такой, что ты орешь? Что ты сразу орешь? Кто здесь? Да. Ну, в общем, как-то так, да. А когда у вас будет онлайн следующий курс? Не знаем еще, вот сейчас у нас очень большой проект будет, вот мы его закончим за месяц, и потом уже... Ну, скорее всего, в Creative Rising School или будет летом, наверное, что-нибудь. я думаю, нужен себе какой-нибудь. А в офлайне летом приедете? Ну, если позовут. Почему? Можно еще? Меня зовут Марина, я вообще случайно сна попала. Я прекрасна. А как начать писать? Это очень легко. Открываете ноутбук, запускаете и начинаете писать. Там надо нажимать на клавиши, когда нажимаешь на клавишу, появляется муф. Вот фейхак. Ну, на самом деле, у всех по-разному, опять-таки. Вот мы передаем свой опыт. Мы сюжетчики, нам так интереснее, нам так проще. Мы сначала придумываем сюжет, а потом пишем. Но это не единственный возможный способ, их вообще миллионы. Каждый пишет по-своему, правда. Кто-то, между прочим, Стивен Кинг советовал вообще не заморачиваться сюжетом, отпустить героя, придумать ситуацию, вы героя засовываете в ситуацию, когда ему придется выкручиваться. Вот он приходит домой, открывает дверь, а со второго этажа стекает поток крови. И все. А дальше смотрите, что он будет делать с записывающим. Если у вас так работают мозги, значит так. Любой способ. Главное, не бояться написать плохо. Вот главный. Это рецепт успеха. Ну, что вначале все равно будет плохо. И начало своих книг мы всегда переписываем. Потому что, пока запишем до конца, понимаем, что герои уже не такие причины, совсем другие, мотивации не те. Поэтому потом возвращаемся и переписываем. Это нормально. Не парьтесь. Не надо сразу... Ну, это есть два основных страха. И ожидание от себя, что я сейчас напишу великое произведение. что надо начать писать. Да. Да, да, да. Что не напишите вы сразу великое произведение. Ну, и не надо. Вы напишите его ни первым, ни вторым, ни десятом, а может двадцатым рассказом. Или каким-нибудь... Какой-то из энных получится хороший. Но если вы не напишите эти минус один не очень, то хорошего не получится. Поэтому не ждите от себя сразу вау. Вот садитесь и пишите. Поймайте закономерность, поймайте темп, найдете свой стиль. Потихоньку, 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 все, понимаете, вот это удивительно, но когда человек начинает учиться рисовать, он не ждет, что у него сразу получится джаконда. Он рисует эскизики, одно, второе, третье. Оп, классный получился рисуночек. Есть чем гордиться, да. Ну, потом научился, потом такими красками попробовал, тякими красками попробовал. Оп, нашел свой стиль, классный. Я, оказывается, отличный график, рисую углем. Вот у меня там такие прекрасные работы. А когда люди садятся писать текст, они почему-то сразу от себя ждут, что вот я вот сейчас прямо сразу с первого раза напишу великое произведение. Первый рассказ не допишите, второй не допишите, десятый не допишите. Потом вдруг что-то щелкнет, какая-то тема, какой-то герой, какой-то случай, что-то случится, как это волшебство придет, да, и хоп, получится. Главное писать. Очень много людей, вот как мы уже тоже поняли, просто ходят по литературным курсам, заканчивают первые, вторые, десятые, двадцать пятые, а им все не пишется. А фишка в том, что пока ты писать не начнешь, ничего не будет. И курсы эти совершенно бесполезны. Это должно быть рутиной, вот ты пишешь, мы пишем каждый день, без этого невозможно. И как только мы выпадаем, даже за неделю, бывают такие обстоятельства, жизнь сложная, вернуться сложно. Даже в свой текст, который ты до этого писал несколько месяцев, через неделю перерыва, вернуться очень сложно. Потому что ты теряешь настроение, ты теряешь темп, ты теряешь ощущение, что это твоя вторая жизнь. Потому что когда ты в тексте все время, мы реально живем в двух измерениях. Мы сейчас здесь и сейчас, а вторая, какая-то часть мозга, она в нашем недописанном тексте. И наши герои где-то тут вот у меня, не знаю где, живут, и там у них что-то, там какая-то жизнь происходит. Вечером надо только прийти и записать. А почему все-таки литература для подростков? Мы уже говорили, что мы экспериментаторы, физика-набористы. Нет, может быть, вы там подростков больше не любите. Это довольно случайно все получилось. Подростков мы любим, правда. Мы, правда, любим, но мы не думали, что из этого можно сделать профессию. А начинали мы как нормальные взрослые писатели. И никто не знает, я вам расскажу, вам не придется вас убить. Я первые свои рассказы писал фантастически. И показывал каким-то отдельным людям и по даже выражению лиц понимал, что не надо мне писать фантастические рассказы. У вас есть сейчас, и нельзя сказать, что очень реально реалистично. Нет, я писал такое, пытался писать классическую science fiction. Ну, короче, не надо мне это было делать. Потом мы начали писать книжки с Игорем Мытько, пародийная история с полигатором. Потом мы с Женей написали взрослый роман, любовно-иронический. Ну, короче, пробовали, короче, разное-разное, и потом, случайно, нас обманом, директора из «Время» спровоцировала написать книгу про Деда Маркуса. И мы вдруг, оказалось, что нам понравилось. Ну, кайф, правда. Ну, вот серьезно, невозможно ничего делать. Мне кажется, что особенно подростковую литературу, особенно подростковую, невозможно писать, если ты их не любишь. И если ты, ну, не понимаешь и не хочешь быть с ними, вот, ну, просто, ну, ерунда получается. А тут вот, наверное, мы сами в душе подробно. Андрей Радут меня в последнее время гнобит, он говорит, что ты повзрослела. Она повзрослела. говорит, тебе всегда было 12, а сейчас тебе 16. Она начинает нашим героям, так уже так, по-моему, до 25 поднялось такое ощущение. Главное, не накатиться до отравленных мышей. Вот, поэтому, у меня герои психологически повзрослели. Раньше мне очень легко было писать за условно 12-летнего. А сейчас я понимаю, что я скажу... А сейчас Женя в сложные мотивации вкладывает голову. Ну, она же должна понимать, что если она так сделала, в 12 лет, должна понимать. С кем ты говоришь сейчас? Вы советуетесь с подростками по каким-нибудь вопросам? Как вам сказать? Нет, мы им показываем готовый текст, чтобы они высказали свои вопросы, пожелания и так далее. Не то, чтобы они нам помогают какие-то прилагают сюжетные решения. Мы очень много советуемся, например, идет героиня, слушает музыку. Вы такая, Наташ, что там сейчас слушают? На таком уровне, да. Что там в трендах ТикТока? Покажи мне быстренько. Можно обзор ТикТока за 5 минут? А то я что-то выпала из повестки. Они нам помогают... Вот мы говорим, что нам непонятно? И вдруг они говорят в книге, пока я на краю про суициды, им непонятно, почему у главных героев такие ники. Все остальное понятно. Все остальное понятно. А это важно? Да, конечно, важно. В прошлом она существовала, сейчас ее сожгли на костре, но когда-то была такая. Да, нельзя. Нет. Закон. Хорошая. Была. Пользуйтесь случаем. Хочу напомнить, что те книги от твоей можно упоминать. Вы можете найти вот там внизу, спустившись по этой лестнице. Нет, ее нет. У нас две книги под закон попало. А не попали? Конечно. Ну, кто их знает, попали, не попали. А, ну я поняла. Но на всякий случай они следят. Ну, если что, то мы попали. Ну, понятно. А вы что, и запишите сейчас? Конечно. Конечно, пишем. Более того, мы вот одну книжку не дописали, сейчас мы... Ну, вторую, вторая гораздо легче идет, вторая довольно классическая в фэнтези. Да, мы... Одну книжку мы, да, вот тут я говорила, что не дописали, но у нас там планочка такая, идея была в том, чтобы сюжет читался и в одну, и в другую сторону. То есть, чтобы для одних героев сюжет шел, ну, как нормально, справа налево, для других слева направо. Это должно быть два полноценных сюжета. И мы в какой-то момент закопались, честно говоря. То есть, надо же еще сделать так, чтобы это было не скучно, чтобы вот эта вот конка за сюжетом не победила, собственно, литературный жанр, что это должна быть интересная повесть для подростков. Поэтому мы ее пока подотложили, надеюсь, что не навсегда. А сейчас пишем. А потом, да, мы пришли как-то, вот опять-таки, у нас был литературный курс, мы для всех придумывали сюжеты, эти были какие-таки милые, легкие сюжеты. Я потом уже, а мы-то что? Я тоже хочу милый, легкий, простой литературный сюжет. Поэтому мы сейчас пишем про мир с манией, не поверите. И там история про любовь. Вопрос такой, смотрите, в какой-то момент, может быть, вы обсуждали это, может быть, эта проблема перед вами вставала, и мне кажется, что она должна была вставать. Обсуждали ли вы то, что любое творчество, нет ли у вас ощущения, что творчество производное, вот современное. Все это уже когда-то кем-то было сказано, мы просто повторяем на свой лад. И как вы с этим живете, если вы, обсуждали ли вы это, и к чему пришли, если обсуждали? Если нет, то тоже как бы ответы. Обсуждали, обсуждали на курсах постоянно, а вот там где-нибудь сзади есть молодой человек. Совершенно нас это не парит, потому что одно и то же, можно сказать, совершенно очень разными и разными способами. Плюс постмодернизм, который никто не отменял, плюс сейчас, я даже не знаю, что сейчас после постмодернизма началось. Но, в общем, кстати, очень помогли в этом самом литературном курсе, потому что даешь людям одну и ту же ситуацию. То есть, до того, что мы можем на занятиях написать план подробный, завязка, кульминация, развязка, а потом даешь этот план питаться разным людям, и они пишут 15 абсолютно разных текстов. Абсолютно разных текстов. Поэтому, там, гнаться за оригинальностью сюжета это очень наивно. Если ты думаешь, что ты придумал оригинальный сюжет, значит, ты просто мало читал. Ну и черт с ним, да. И, опять же, если взять любую гениальную книгу, да, ну, не знаю, Евгений Онегин. О чем эта книга? О том, что девушка скучала в деревне, приехал столичный парень, задурил ей голову, убил друга на дуэли и уехал. Вот такая история. И потом еще вернулся, а она уже... Ну, да, потом там уже, да, пытался уже опять умествовать, она уже замуж, он вышел. Ну, короче, Баначина не... Короче, если пересказывать сюжет Баначины ни о чем, а вот как-то... А с текстом, да, почему-то не получается сказать. И наверняка, кстати, таких романов было миллион. Конечно. А вот вы 34-й школу придумали или списали с какой-то? Сначала мы ее придумали, а потом нам начали писать из разных уголов России, говорить, и зачем вы написали про нашу школу. Серьезно, просто с точностью... Даже была в Москве, где какая номер у нее? 1134, по-моему. Короче, 734. 734. Там вообще история один в один, там даже директор... В общем, что-то там с ним случилось, я сейчас не помню, что. Ну, короче, вот была школа «Чудо», а потом ее задушили, и так стало. То есть мы-то думали, что мы вот сейчас возьмем, отпустим фантазию и придумаем так, как нам нравится. А потом оказалось, что ну точно такой школы прямо нигде нет, но какие-то отдельные части из нее там. Там же главное, ну как... Мы-то отпускали фантазию в деньгах, то есть, ну, хотят на Еврус, хотят французские во Франции, то есть, да. А это же выяснилось, значит, что это не главное. Главное, вот эта атмосфера свободы и дух такой вот независимый, что ли. Ну, это школа, в которую хочется ходить. Вот это самое важное. А сколько там денег, в общем-то, как показал опыт, это не так. Это может быть районная государственная школа отличная. Кстати, видели такие государственные школы, вот в целом, все зависит от педсоставов. Никакого бруса у них нет, но вот это ощущение внутреннее от школы один в один. А вы вот многое пишите про школу и школьников. А вы сами любите школу? Ну, не то, что мы прям сильно... Ну, разные школы, мы же говорим. Есть школы, которые дети. Да, я... Это педагогический эффект. Нет, есть разные школы, и есть школы, которые мы прям заведуем. Да, я отвечу педагогически правильно. Чего? Ну, правда. У меня было два года школы, вот, вот, мой 9-10 класс, мы учились 10 лет, и вот эти два последних года школы для меня были абсолютно волшебными. И на самом деле вот эту атмосферу школы, я хочу в школу, это именно вот это мои два последних года. То есть это была обычная, совершенно государственная, простая школа. Но у нас был спецкласс по физике, и, чтобы вы понимали, в классе было 27 человек, из них 19 медалистов. То есть это был сумасшедший совершенно опыт, и мы учились нормальные. ненормальные. То есть вот просто вот там 50 задач по физике, ну, у нас была физика каждый день, и 50 задач по физике на следующий день это было нормальное домашнее задание. То есть это было ничего такого сверхъестественного. И мы настолько любили и уважали своего учителя, что не подготовиться было невозможно. Ну, то есть это было не потому, что там мне надо, да, не потому, что я хочу оценку, это было потому, что я не могу притянуру неподготовленное. То есть, ну, я не могу списать, я не могу его обмануть. И я ему, на самом деле, благодарна до сих пор. Это человек, который научил учиться не только меня, но и весь наш класс. и плюс к нему, это физика, у нас еще была совершенно блестящая учительница русского языка и литературы, у нас была совершенно волшебная учительница химии. И вот эти два года на самом деле мне физфакт дал гораздо меньше, чем вот эти два года школы. И поэтому я понимаю, что даже очень маленький вот этот промежуток, средней школы у меня в жизни просто не было, это было от кошмара, ужас, буллинг, там и все радости вообще жизни, которые в школе только могут быть. Ну, вот даже эти два маленькие года дали мне, в общем-то, очень много. Да, но чтобы вы понимали, эта школа существует до сих пор, это 16-я школа города Минска, и мне сейчас заканчивается 11-й класс, моя средняя дочь. И радость не та. Вообще не та. Школа вроде та же самая, даже некоторые учителя остались. Не, ну вряд ли. С моих времен, вряд ли. Физрук. Даже не знаю, хорошо это или нет. Да, я не помню еще зрук. А он помнит. Я тоже не помню, я знаю. А как произошел физика, как произошел этот переход из физики в литературу? Это никакой не переход, это взаимопроникновение, потому что это, я не знаю, откуда взялась эта легенда, что это противоречащие друг другу занятия, потому что огромное количество, там, ну, из тех же братьев стругацких, один из них астрофизик, на секундочку, да, и так далее. И не только среди фантастиков. Чехов врач, Булгаков врач, вот Света Лаврова сидит, врач, прекрасные писатели всегда. Да, ну, если говорить о физиках, ай-эй-эн физик, да, ну, еще, короче, это, вот эта дипломная профессия, она вообще не мешает писать, скорее даже помогает. Тем более, что писатель, по большому счету, это не профессия. Ну, у нас таких писателей, которые, вот прям писатель-писатель, да, и зарабатывать тем, что он писатель, больше ничего не работает. По пальцам пересчитать, вообще, в мире их мало таких, чтобы вот ты зарабатываешь тем, что ты писатель. На самом деле, все люди работают, а писатель, это, ну, хорошо, для души. Отлично. Не совсем про это. Ну, вот вы учились-учились, да, физика, учили-учили физику. И тут вдруг решили, напишем книжку, вот про это. Ну, не совсем так было, но то, что мы учились физике, нам сейчас очень сильно помогает, потому что то, что мы рассказывали про планы, структуры, мотивацию, логику, сбор информации, про которую мы не рассказывали, тоже очень важен, это все мы учили на физфаке, да, мы этим занимались. На самом деле, на физфаке, он и был студенческий театр. И в этом студенческом театре я-то танцевала, а Андрей писал. И он писал, собственно, он писал сценки, он писал рассказы, потом мы играли в КВ, и он там тоже был ведущим автором, то есть он писать никто не переставал, то есть это был, это был, да, встроенный процесс. Ой, можно скажу, конечно. У вас дети пытаются писать? Ваши собственные? Ой, у меня дочка пыталась, ну, средняя дочка, пыталась, это не то, что писательство, есть такие виды квестов, когда ты выбираешь себе героя, и за него пишешь как бы сюжетную линию. Другой билет другого героя, вот есть на сайтах такие сообщества, они там пишут какие-то совместные сюжетные, ну, что-то вроде фанфика, вот, но это единственная литературная часть, которой она занималась. Не, у меня старшая преподает, вот в этом мы очень похожи, она такая же сумасшедшая, в смысле, что там придумывает что-нибудь для подростков, но она преподает физику и математику. А младшая у меня редактор, это страшный человек, это ужасно, я никогда не думала, что это вообще, как я ее выносила, как получилось так. То есть, знаете, есть такие люди, ну, я вообще дислектик, мне вообще все равно, какие буквы, то есть, я читаю эмоциональную часть, настроение, и мне не важно. А вот, я показываю ей какой-нибудь кусок текста, и говорю, смотри, смотри, как классно там, вот какой герой красивый, а она на это смотрит и говорит, запятой нет. А она без этой запятой не может текстить. Ну, серьезно. То есть, она такая вот, совершенно дотошный редактор такой, она абсолютно не гуманитарий, но просто очень интересно, что мы с ней в принципе разные. Такие люди обычно не пишут, очень редко. То есть, это потому что редактор и писатель, это совершенно разные штуки. А у вас есть какой-нибудь список, может, книг, которые было бы ценно почитать, как бы он подростков или взрослым? Нет. Нет. Не знаю. Вот раньше у Андрея был сайт, он же экономит, восстановит, правда? Восстанавливает, подниму из пепла, там было несколько сотен книг. Но, когда мы его восстановим, я думаю, там будет сотен пять уже, этих самых книг. Нет никакого списка, просто потому, что каждому человеку, правда, надо рекомендовать что-то личное. Что, Дима, надо сказать про издательство «Время», что там вот на сцене. Вы сейчас будете с ним написать. Снова хороших книг. Нет, вот свои книги мы можем рекомендовать, потому что они все разные. Мы не пишем серий. Начинали, когда мы писали взрослые книги, там мы писали эту серию, поняли, нет, опять же, эксперимент показал, что это не наше. И поэтому у нас, вот мы никогда в жизни не писали, например, фантастику чистую, и вот в приквале у нас есть одна из частей, абсолютная научная фантастика. Боже, какой это был кайф, как мы придумывали эту жизнь на непонятной планете, как мы там просто, вот просто, а сколько там три луны, а если три луны, это значит приливы, значит они не могут... А почему эти животные луны? К ним ничего не вошло. Но это было два месяца какого-то такого животного абсолютного счастья. Вот, наконец-то, физику мы в это все дело приплели. А где там физика? Откуда там физика? Да ладно. Я читал, у меня волосы на голове, там противоречия и технических несостыковок было масса. В конечном тексте их, конечно, почти нет. Там все, там все эти, как передается информация, там такая... В общем, там все интересно. Особенно нехорошо связь испортилась, призапно. Вся причем, сразу. Дима, ты гуманитарий. Так бывает. Глава, гуманитарий. Глава, гуманитарий. Ну, меня еще и папа. Скажите, пожалуйста, какие дети, которые к вам за эти пять лет приходили учиться писать, дальше потом с вами продолжают общаться? Вы уже там нарастили какой-то пункти, которые... Ну, пол это кромко сказано, несколько человек буквально продолжают с нами переписываться. Ну, мы должны честно признаться, что вот из этих нескольких сотен наших выпускников хорошо, если два человека сами писать. Нет, на самом деле, мы когда-то смеялись, что наши курсы по большому счету называются, у нас такой есть подзаголовок, они называются «Отговори подростка стать писателем». Потому что вы будете смеяться, но очень многие подростки приходят на курсы со словами «Я хочу стать писателем», когда спрашиваешь «Почему?» он говорит «Пошу делать ничего не надо». Потому что это единственная профессия, где не надо работать. ты такой сидишь и ждешь вдохновения. Ну, а потом вдохновение пришло, ты за вечер написал гениальную вещь и дальше сидишь. А, да, деньги при этом. И в ресторан. Да, тебе, значит, деньги сыпятся. Я расскажу сейчас. Мне сестра родная подарила на Новый год анекдот про писателя. Я говорит, хочу быть писателем. Так все представляют. Вот тут такой большой дом на берегу океана, терраса открытая, стол такой красного, дерева. Я в халате стою, в одной руке у меня бокал другого коньяка, другой сигара и не пишется. Вот они так себе представляют, что сейчас вот мне пока не пишется, а потом придет вдохновение и как напишется. А потом вот, вот, а собственно у нас то курсы короткие, мы длинные не делаем, пять занятий. За эти пять занятий с регулярными домашними заданиями, с заставлениями там переписать, если что-то не очень хорошо получилось, то в общем они говорят ой нет. Причем, уважаю подростков, они же говорят то, что думают сразу, они говорят ой нет, это оказывается работать, надо, но плохо я слышу. Я передумал. В общем это довольно было интересно, когда-то в Минске был очень интересный профориентационный марафон, когда с подростками встречались люди, вот был блок творческих специальностей, а потом был блок условно-занутных специальностей. И вот блок творческих списателей мы с Андреем, вокалистка одной из групп, художник, и был кто-то еще, который как-то дизайнер. И все эти люди, которые, это как бы профессия праздник, вот как бы ничего не надо делать, как бы ты такой все время на красной дорожке и все время все время боема, да. И все эти люди очень довольно нудно рассказывали, что такие ребята, у нас очень сложная, кропотливая, нудная работа, что это нифига не праздник, что для того, чтобы написать книгу, нужно потратить на это несколько месяцев ежедневного труда, для того, чтобы нарисовать там труда, нужно потратить столько там, для того, чтобы дизайнер, я же не могу дизайнерить, вот как я хочу, мне нужно понять клиента, тут очень много психологии, потому что мало того, что я должен сделать хороший дизайн, мне нужно договориться с клиентом, а клиенту это не нравится, а клиенту хочется, чтобы вот так, масса сложностей в этом всем есть, вот, а потом был блок вот этих самых условно занудных, там был менеджер по продажам, там был бухгалтер, там был кто-то вот сейчас уже не в полной, что-то, какие-то финансовые аналитики, и они наоборот захлеб рассказывали, ребят, у нас столько творчества, бухгалтер, это такая творческая специальность, там вы себе вообще не представляете, потому что обычных бухгалтеров там масса, они все одинаковые, а я вот такой, я там могу вот так, вот так, вот так, и там еще перечисленные, а финансовый аналитик вообще просто огонь работает, в общем, было очень смешно. Может потому, что среди творческих конкуренций высокой, и хотелось отладить побольше. Нет никакой конкуренции, вот это тоже еще один миф, нет никакой конкуренции среди творческих специалистов, ее не может быть по определению, да нету тоже. Вы хотели спросить? А вон девушка в середине зала. Прошу. Да, давай, спрашивай. Мы сейчас по истории проходим историю Руси, и моя учительница по истории каждой второй урок нам советует одну вашу книжку. Москва. И она вот прям богословит вас за эту книгу. Мне очень интересно, как вы из вот этой вот так называемой физики перешли в историю. Мы туда не перешли, мы оттуда сбежали. После книги Москва мы зареклись навсегда писать что-то про историю. Но учительница низкие поклоны и вообще самые теплые слова. Мы до этого написали книгу частично с истории правдивой истории Деда Мороза, там истории Петербурга и России за сто лет. Потом у нас были элементы истории в гимназии в 12-м и мы решили, что мы уже специалисты в истории напишем историю Москвы за тысячу лет. Причем не одну эпоху какую-то, а вот прям пойдем несколько исторических эпох. Это было ужасно. Мы закопались. Мы писали в очень честном сотрудничестве с историками и потом, когда текст уже был написан, мы приехали в Москву, в Кремль, индивидуальную экскурсию с кандидатом исторических наук и мы ходили просто вот в серьезности. Она уже прочитала текст к этому моменту, он был весь там черкан-перечеркан историческими какими-то правками и вот мы с этим текстом вот так вот по Кремлю и ходили. Вот здесь что? Вот здесь это? Это в 15-м веке было? Было? Хорошо. А в 16-м не было? Отлично. Идем дальше. А если герой стоял здесь, что он видел в 15-м веке? Вот это, это так. Хорошо. А если здесь? Ну вот серьезно, вот эта книжка так писалась. А потом начиналось... А потом начались диспуты других историков, которые между собой спорили, а то правильно это или неправильно, а мы стоим рядом глазами хлопливыми. И на самом деле было очень сложно, потому что есть очень много каких-то летописей о быте, например, царей, какого-нибудь времена Ивана Грозного. Ну вот есть какие-то истории, как сидели за царским приемом, где кто сидел, какую руку от царя, там это важно. Соль очень дорогая, соль стояла только на царском столе, на других столах не было. Это было прям очень приемлемо. В общем, соль пускали с правой стороны от великого князя, соответственно, тот, кто сидел по правую руку в Одессе, это был фаворит. А тот, кто шуйну, который валил, кто последних соль получал, это уже такой озеро. Но что ели обычные люди? Из чего ели? Как ели? Как вообще это все происходило? Но нет никаких свидетельств. Мы замучили историков, мы какие-то чертежи, каких-то теремов поднимали, чтобы понять вообще. Вот, ну вот, перенеслись мы во времени, да, вот мы приходим в терем, куда я войду? Дверь где? Где же дверь? Что там? Как она выглядела, эта дверь? То есть я туда вошла, что я вижу? Когда кровати появились, например, вы с большим трудом выяснили, как это называли? Спали не в кроватях, спали где-то, какие-то там лавки, лавка, и вот у нас были штаны, этот казус с штанами произошел, когда мы написали, что они там тысячу лет назад надевают штаны какие-то холчевые, на мастерике, какие штаны? Крупахи! И было даже смешно, когда вот там иностранный посол приезжает, вот для него специально привозят кровать, то есть все на эту кровать смотрят большими глазами, потому что никто кровати в глаза не видел. И, значит, кто-то там из деревенской говорит, о, вот собирается спать в коробке, напишут, в какой коробке? Не было слова коробка. Боже мой! А что было? Короб! Ну, в общем, короче, мы все это распределили, мы сейчас можем много вспоминать, потому что это каждый факт. Каждое слово реально, и более того, мы там все равно накосячили, потому что вот тем вот... И накосячили бы, потому что нам сказали, да, вы смотрите, они попадают тысячу лет назад, они говорят же, так же говорят не на современном литературу на русском языке, а на каком-то древнерусском. Давайте вы хотя бы пару фраз напишите, а потом у них произойдет волшебство, и они начнут понимать это. Мы написали пару фраз, которые... Выяснилось, что эти пару фраз из староболгарского, которого в тот момент вообще в отремя смысла не могло быть. В общем, хотя бы там три слова, три слова. В общем, больше никогда. Ну, ничего, уже подрастает следующее поколение историков, которые будут завершать споры и дискуссии последним аргументом. Да что же вы говорите, в Москве есть и написано уже резко значит так и было. Нет, мы потом поняли, что надо просто писать предисловие на художественном. Это не учебник. А, не учебник, другое дело. Это художественная литература, там куча вымыслов. Ну, правда, там просто мы упирались в то, что нет портрета Юлия Туканукова. Вообще никто не знает, как он выглядел. Нет никакого, ни одного прижизненного описания его внешности не существует. А поскольку мы князей не очень любим, мы его сделали маленьким, кремоносным. Что абсолютно как бы вписывается в то время, потому что на откуда там высокий здоровый человек. Витамин Д еще ничего не было. Поэтому, ну, собственно говоря, мы очень много с подростками, когда разговариваем, попал там подросток в средние века, чем он отличается, будто высокий и с зубами. Это уже и волосы хорошие. Вот чем это отличается. Вот у девушки еще раз. Мы видим у вас последние до конца. Да, там уже время. со временем. Я к этой же истории у нас в школе преподаватель по истории и по литературе нашел исследовательскую работу по вашей книге «Гриназия номер 13». Извините, пожалуйста, это неожиданно. Я тоже был очень вам благодарен. И, в принципе, это очень классная книга и очень классно раскрыть, в принципе, тема мифологии. Спасибо большое за меня. Да, мифология это наше любимое. А я вот про учителей. Вот видите, есть отличные прекрасные учителя, которые на наших книгах учат, конечно, на этот критерий. Не, но учителя правда есть. Бывает, что мы куда-нибудь приходим и завидуем тем детям, которые хочет именно этот учитель. Бывают целые школы, бывают отдельные предметники. У нас учительница старшего ребенка, она брала на приклассное чтение это на ваших романах, я еще правда не помню какой, потому что он ребенок все перечитал, поэтому какой он конкретно брал в школе, не знаю. Но там столкнулись с тем, что родители некоторые пришли и начали выражать свои фи, потому что в общем-то установка родительская нужно читать в классе. И лицо вот этого такое сделать. И это учительница, а я тоже преподаватель литературы, и мы, значит, с ней сидели в уголочке обнимались, слезу утирали. Она говорит, ну как же так, когда они понимают, что жизнь-то вот она здесь, детям это нравится, они же детям отрезают возможности. У нас был удивительный урок, когда мы попали, не помню уже даже где, класс поделил, взрослые дети, класс 11, наверное, 10, ну совсем уже взрослый, класс поделился на две части, и был такой урок по времени всегда хорошим. Причем там в школе музей, а, Питер это, наверное, был, потому что это музей такой коммунальной квартиры. Очень много вот этих старых вещей напихано в музей, все стоит, и половина класса было за то, что время хорошее в 89-м году, половина класса было за то, что время хорошее сейчас, но это было еще до ковида. Суть в том, что интересно, что победили те, кто время хорошее в 80-м, очень было познавательно. А потом был такой, значит, как бы эпилог от учительницы, которая вышла и сказала, вот, значит, авторы хотели сказать это, это и это. И тогда они смотрят а в хором и говорят, нет. Вообще нет. И азка. Такие друзья, заканчивается время. Можно я не буду повторять встречу, что нужно сделать? Ставьте лайки, ну, понятно. Какие, какие сибирские собаки? О чем ты? Нет, приходите на автограф-сессию. Самая лакомая часть мероприятия, да. Вот, 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 внизу, по этой прекрасной лесенке, прямо до конца, там даже стульки расставлены, вот зона зеленая огорожена. Ну, посмотрите, мы вас сейчас туда фикусы посадим, будет хорошо. Спасибо, что пришли, что жутко сослужили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.